На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Борьба продолжается. Полуфиналы чемпионата Беларуси по мини-футболу растянулись на максимальное количество матчей. Столица сравняла счет в серии с Аршанским Витеном. На домашней площадке Менчане в овертайме взяли верх 2-1. Паритеты в противостоянии БЧ и ВРЗ. Вагоностроителям отступать было некуда. Однако атакующий порыв номинальных гостей разбивался о стройную оборону железнодорожников. Но до поры до времени. На 13-й минуте Клочко вывел ВРЗ вперед. Спустя 5 минут повод для радости был уже у болельщиков БЧ. Колб мощно пробил с 11 метров. 1-1. Во втором тайме стартовый навал вагоностроителей на ворота соперника завершился голом. Правда, в их ворота. Быструю контратаку техничным ударом завершил Литвинов. Довольно долго команде Дмитрия Камека удавалось удерживать победный счет. И это несмотря на явные кадровые проблемы. В распоряжении главкома не было игроков даже на две полноценные четверки. А вот у его визаве Анатолия Яновского вариантов для ротации было больше. Подключение резерва и сыграло решающую роль. На 35-й минуте свежий пинчук счет сравнял. Вскоре свое слово сказал еще один резервист Матвеенко. Он воспользовался несогласованностью в действиях голкипера и полевого игрока БЧ и головой сбросил мяч Рогачеву, который по пустым воротам не промахнулся. 3-2. ВРЗ повел. Железнодорожники выпустили гонялу, за что практически сразу были наказаны клочку, оформившим дубль. Точку в матче за полминуты до финальной сирены поставил Золотухин, реализовав штрафной. 5-2. Победа ВРЗ. Мы не использовали те импульсы, которые были в атаке. Неправильно распоряжались мячом. Будем разбираться вследствие чего. И провалы, которые мы совершили в обороне. Третий гол, который, конечно, ломает команды. В таких матчах команда уровня ВРЗ такое не прощает. Когда люди свои сталкиваются лбами вдвоем. Мы получаем пустые ворота. Победный третий мяч. Когда начали проигрывать, уже все. Уже надо было бежать только вперед-вперед. Слава богу, получилось забить этот второй гол и сразу быстрый третий гол. Это очень сыграло большую роль в этой игре. И БЧ очень настроены. Мы очень настроены. Победит сильнейший. Радует, что все равно финал будет в Гомеле однозначно. А мы все сделаем для этого, чтобы ВРЗ было в финале. Все в полуфинальных парах решится в воскресенье 2 июня. Виттен и столица начнут свой матч в 14.00. Противостояние ВРЗ и БЧ стартует на паркете спорткомплекса «Локомотив» часом позже в 15.00. Завтра пройдут поединки восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Химик и «Локомотив» играют на выезде. Светлогорская команда отправится в гости к Лиде. Железнодорожники в Бресте поспорят за очки с местным рухом. Речицкий спутник принимает Микошевический гранит. Матч состоится в Гомеле на поле стадиона «Сдюшор» номер 8. Начало в 18.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.